здравствуйте учимся вязать красивый ажурный мотив я буду вязать из хлопчатобумажной мерсеризованной пряжи 280 метров 50 граммах крючком номер полтора вязание мотива начать с цепочки из 8 воздушных петель замыкаю цепочку в кольцо провязывая в первую петлю соединительный столбик в это колечко провязывать по два столбика с двумя накидами с общей вершиной между парами цепочки из 6 воздушных петель начинаю вязание 3 петли 2 накида ввожу крючок в колечко провязываю столбик с двумя накидами не довязывая на один шаг на крючке 2 петли их провязать вместе далее 6 петель снова делаю 2 накида ввожу крючок в колечко провязываю столбик с двумя накидами не довязывая на один шаг и 2 столбик с двумя накидами не довязывая на один шаг теперь 3 петли провязываю вместе и так нужно вот таких пар провязать 12 между парами цепочки из 6 воздушных петель конца ряда вместо последней арки провязать 3 воздушные петли и столбик с одним накидом крючок ввожу вершину первых двух собранных вместе столбиков следующий ряд следующем ряду под каждую арочку провязать столбик без накида между столбиками 6 петель я верху арки провязываю воздушная петля сюда же в арку столбик без накида и дальше 6 петель под следующую арку столбик без накида и так помню первый столбик без накида следующий ряд под каждую арочку провязывать столбики с одним накидом по пять столбиков начинаю смещаюсь провязывая соединительный столбик чтобы я была в арке и начинаю отсюда вместо первого столбика 3 петли сюда же в эту арку 4 столбика с одним накидом с петлями подъема это как 5 столбиков далее цепочка из 7 петель под следующую арку тоже 5 столбиков с одним накидом 5 арка 5 при переходе к следующей арке сразу же начинаем вязать столбики точно так 5 столбиков никаких воздушных петель в данном месте не провязывать а вот теперь снова цепочка из 7 петель под следующую арку тоже 5 столбиков смотрим чередовать под каждую арку 5 столбиков но один раз мы провязываем 7 воздушных петель другой раз не провязываем снова провязываем дальше не провязываем и вот так чередовать в конце ряда соединительный столбик верхнюю петлю петель подъема дальше у нас остался один последний ряд над средним из 5 столбик без накидом я смещаюсь воздушную петлю связан и провязываю столбик над средним из 5 слева далее вот под эту арочку провязываю 5 столбиков с одним накидом далее пиком из трех петель сюда же под эту арку еще пять столбиков с одним накидом над средним из 5 столбиков слева столбик без накида цепочка из 9 петель над средним из 5 столбик без накида и вот так чередовать над каждым средним по столбику без накида в большую арку провязывать 10 столбиков 5 и 5 между ними пиком из трех петель при переходе вот здесь где мы вязали столбики рядом арка из 9 петель село 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 Продолжение следует... В конце ряда последняя цепочка и соединительный столбик в самое начало ряда, где провязаны воздушная петля и столбик без накида. Вот такой хороший получается мотив. Очень красиво смотрится в изделии. Вязание других мотивов смотрите в плейлисте мотивы. Как соединять мотивы, если в последнем ряду у них арки или пико. У меня рассказано подробно в видео номер 280. Кто не знает, тот посмотрит. А на этом все. Поделитесь, пожалуйста, этим видео в соцсетях. И до встречи на новых уроках. Чтобы их не пропустить, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok